Добрый день! Начинается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Сейчас нас поприветствует тот, кто свое особое мнение сегодня выскажет. Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Михаил, добрый день! Добрый день! Безусловно, об инициативном бюджетировании мы сегодня поговорим. Про то, как, собственно, люди, жители области участвуют в распределении бюджетных денег и сами вкладываются в общественно значимые проекты. Но я хочу начать вот с чего-то. Поделиться своими эмоциями. Я вот прям под глубоким впечатлением нахожусь с самого утра от того, что сделали американцы. Слышали, видели, смотрели. Они запустили самую тяжелую ракету-носитель в космос. Прогонно. Да, с автомобилем Тесла. И вот этот сейчас автомобиль Тесла, он куда-то в сторону Марса летит. Марс движется. Да, но господин Маск сказал, что слишком долго, видимо, работали вот эти ракеты разгоночные, да, двигатели. И, в общем, пролетит мимо Марса автомобиль. Но вот сама идея, я мало чего понимаю в космосе, низерная часть, но я просто восхищаюсь с этим, этой затеей. Видели, как, видели, как, сочетали, как российские пользователи интернета откликнулись. Они там сразу жабить начали. Как будто гаишник останавливает эту Теслу летящую в космосе. Ну, я видел картинку, на самом деле, то, что машина летит, видно, скажем так, со стороны водителя планету Земля. Это потрясающе красиво. Ну, и с точки зрения некой такой популяризации, конечно, это великое дело, я бы сказал. Да, и Роскосмосу там начали сразу припоминать все грехи, да, и хищения эти бюджетные, и неудачные запуски ракет. Расчеты. Миллиарды, миллиарды рублей угробленных. А тут Илон Маск всего, по-моему, 90 миллионов потратил. Долларов. Да, на самом деле, на самом деле. Очень-очень удешевил он все это дело по сравнению с Насом. Самое главное, насколько я понимаю, то, что ступени носителей, ракетные носители, которые выводят спутники на орбиту, они возвращаются и приземляются. То есть, в данном случае получилось так, что две ракеты из трех, они благополучно вернулись. И, соответственно, это, конечно, очень серьезно удешевляет полета. Вот. Ну, там, это состязательность, наверное, правильная. То есть, эта конкуренция, она, ну, должна давать какие-то плоды и должна улучшать, что ли, отношение к делу в плане надежного и качественного запуска ракет в космос. Российские власти, по-моему, еще официально мне отреагировали, как-то не прокомментировали это событие, но... Ну, я думаю, нет. Забота есть поважнее. Но, видимо, сейчас США в этом отношении все-таки впереди. Ну, хотя есть международное сотрудничество, конечно. Ладно, с небес на землю. На нашу грешную землю вернемся. В последние несколько дней мы наших гостей, спикеров, традиционно спрашиваем о приговоре экс-губернатором Кировской области Никите Белых. Приговор вынесен. 8 лет строгого режима. Почти 50 миллиардов, миллионов, простите, рублей штрафа. Уже известно о том, что Никита Юрьевич хотел бы отбывать наказание поближе к Москве, потому что считает, что там больше шансов получить качественное медицинское обслуживание. Система, здравоохранения, в общем. Ну, и вам, собственно, да, задает вопрос ваша оценка приговора. Ну, она вполне ожидаема. То есть, когда суд только начинался, я, скажем так, общался с нашими юристами, с коллегами из Москвы, то все говорили о том, что, ну, срок будет. То есть, это, скорее, было даже не с позицией, там, оценки доказательной базы, а, скорее, такое, ну, наверное, общественно-политическое осуждение, то, что деньги есть, деньги взял, суд должен быть показательным. Ну, и, соответственно, вся наша система настроена не на систему правосудия, а на систему наказания. Ну, соответственно, весь вопрос был в том, сколько идут. То есть, и, по большому счету, очень интересное мнение высказали, что-то ребята молодые, я с ними общался, я просто спросил. Что за ребята? Ну, из какой сферы? Студенты, скажем так, да, то есть, я их спросил, а вы вообще как относитесь? Вот, был их осудили, собственно, дали срок, вы как относитесь? Они такие, ну, дали по-божески. По-божески? Прямо вот в этой фразе, по-божески, меня как бы так, я немножко заклинило. То есть, на самом деле, вот, ну, у них ощущение о том, что, ну, наверное, 43 года Никите Юрьевичу, да? В этом году будет. В этом году будет, да. То есть, по сути, ну, еще там 4 года будет возможность по УДО выйти по условно-засрочному освобождению. Вот, ну, и вроде как 47 лет еще вся жизнь перелит. И, исходя из всех вот таких показателей, они, видимо, ну, так расценили, что это вот как-то, по-божески, плюс, еще там один эпизод отменили. Ну, по сути, как бы, посчитали недоказанным. Это неожиданность в том, что? Ну, на мой взгляд, не то, что неожиданность, как бы, исходя из самого дела, исходя из того, вот, если рассуждать, да, то есть, то, что была трансляция, организованная журналисты, то есть, открытый суд был, да, мне, конечно, показалось, что вот эта вот неприглядность системы, она была показана. То есть, и на самом деле, ну, для меня два таких очень важных момента. Первое, вот эта вот неприглядность существующей системы, то есть, ну, безответственность, я бы сказал. В смысле, когда, якобы, деньги в данные проекты что заносится, что вы видите? Не только эти моменты, связанные с тем, как проходит у нас, скажем так, поддержка инвестпроектов, да, то есть, вся система, она же была тут. Скажем так, выложена там наружу, и то, как коллективные решения принимались, и том, что, кто на кого влияет, то, какую ответственность разделяет и так далее, и том, что, как наши предприниматели к этому относятся, ну, не только наши зарубежные, оказывается, да, то есть, то, что, вроде как, ну, посчитали, что губернатор имеет возможность оказывать влияние на все и без взятки, как бы, ничего не порешать. Вот эти все неприглядные стороны, они, конечно, были, ну, так, на мой взгляд, акцентированы. И вот эта вот картинка того, как решаются дела во власти на самом высоком уровне, она, конечно, не дает некой стабильности обществу и, там, надежды на здоровое развитие, что ли. Это первая сторона дела, которая меня засыпала. А вторая сторона, ну, на мой взгляд, Никита Юрьевич пристал человеком, ну, то есть, другим человеком. То есть, он пристал уже не властителем, а, ну, так скажем, человеком. В ходе всего этого процесса, в ходе заслушивания свидетелей и так далее, и его слов. Ну, его действия, его обращения. Его последнее слово. Да, его последнее слово, то, что он женился, то, что, ну, какие-то вот такие вещи, которые показывали его, ну, в большей части, наверное, уже не позицию губернатора, а позицию человека. И с этой стороны он, конечно, выглядел, ну, достаточно привлекательно для, ну, большинства моих знакомых. Вот. И то, что это получилось, ну, скажем так, поздно, или тот другой образ, нежели тот, который был у Никиты Юрьевича как у губернатора, как у оппозиционера, он, ну, вот, дает возможность поразмышлять о том, что действительно, как власть меняет человека, о том, нужно ли договариваться с собой, не нужно ли договариваться, о том, какие ты цели преследуешь. Как ты достигаешь. Ну, такое философское размышление для жизни каждого неравнодушного россиянина, я думаю, из этого можно вынести урок. А последнее слово, кстати, экс-главы нашего региона вас впечатлило, где он говорил, что все свои работы, все эти годы он пытался доказать, что чиновник может быть адекватным человеком, не вздаемцем, что он много работал, что 200 дней неизрасходанного отпуска, что он уверен в том, что там хорошие продуктивные вещи можно делать только при взаимодействии чиновников, бизнеса. Ну, понимаете, конечно, сейчас это воспринимается так достаточно позитивно, ну, то есть, все слова правильны. Но когда Никита Юрьевич был губернатором, все-таки мы его за это по большому счету и ругали, о том, что есть слова и есть определенные дела и принятые решения. То есть, критиковали в большой части как раз за то, что те решения, которые принимаются, они не всегда соответствовали, ну, не то что интересам региона, а, ну, на наш взгляд, они всегда соответствовали действиям системы. Но как бы ты ни хорохорился, как бы ты ни пытался выглядеть несколько по-иному, нежели там среднестатистический чиновник, все равно система тебя перемалывает. И мы как раз критиковали это за то, что вот в ответственных случаях, каких-то, ну, может быть, наиболее важных моментов, система все равно губернатора, она подминала. Он вел себя как системный человек. Да, он вел себя как системный человек, конечно, конечно. И это людям, думающим, людям, наблюдающим, людям, принимающим решения, это было видно на самом деле. И поэтому там, с одной стороны, публичная составляющая, с другой стороны, это составляющая все-таки та, которая ведет к принятию решений, ведет к расходованию ресурсов, ведет к созидательной работе. Хотя, конечно, я помню, когда мы первые разы только собирались нашим экспертным советом при журнале «Товар, деньги, товар», мы, там, Леонид Тянковичу Хотелин тогда говорил, ребята, вы будете это время вспоминать как время самое лучшее для региона, как время свободы, как время возможностей. Какого-то, да. Да, ну, какого-то такого драйва, который, ну, предоставляет возможности. Я должен с этим согласиться, потому что, ну, что-что, а вот, все-таки, нацеленность на создание возможностей определенных, она была и у правительства, и, в принципе, были созданы, там, реализованы проекты и для предпринимателей, ну, может, небольшие они, конечно, не такие, как в Татарстане, там, да, ну, небольшие, там, фонды и поддержка, она все-таки была. Плюс, там, там, проект по поддержке местных инициатив, это большая, великая возможность для муниципальных образований, она тоже фактически была создана в этот период. И, ну, вот, скажем так, вот этот вот момент, он все равно присутствовал, то есть, и в речи Никиты Юрьевича, там, последнюю, ее нельзя, там, совсем, там, ну, критиковать и так далее. То есть, это была по-человечески речь человека, который хотел это делать и, ну, сколько мог делать. Скоро нам нужно будет сделать перерыв, я еще просто хочу задать вопрос по этой теме. Вы знаете, что супруга экс-губернатора Екатерина и один из адвокатов в скором времени собираются приехать к нам и, как сказала Екатерина, рассказать свое видение этого всего дела. В курсе? Ну, я слышал о том, что... Насколько это необходимо? Понимаете, что там будет рассказываться, что за человек, Белых, сколько он работал? Насколько это необходимо рассказывать нам? Нам, здесь, в Кирове, да. Ну, вы знаете, на мой взгляд, это логично. То есть, по большому счету, никто, ну, так скажем, не рефлексирует на те события, которые с Никитой Юрьевичем произошли. Ни един регион так не рефлексирует, даже Пермь так не рефлексирует, как рефлексируют, например, там, жители Кировской области. То есть, и даже самое, там, скажем, ну уж, люди, которые не относятся к политике, они так или иначе за этим делом следят. Они знают о том, сколько дали, сколько штрафов дали Никите Юрьевичу, там, ну и так далее. То есть, поэтому приехать и здесь что-либо рассказать, ну, опять же, вся страна все равно будет за этим наблюдать. То есть, наши журналисты напишут, и все равно это будет прочитано. То есть, это такой ход, который, ну, может быть, дань некоему, там, признательности тем людям, которые из региона поддержали его, да, там, ездили на последний отлов и так далее. Я так это рассматриваю. То есть, я не рассматриваю это как некий, там, подготовительный этап с точки зрения, там, апелляции, там, ну и так далее. То есть, хотя, тоже публичная деятельность, мы понимаем, что она на сегодняшний день единственный способ, по сути, ну, некой такой защиты при том креативном прочтении законодательства, которое существует со всех сторон. Ясно, это Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Сейчас прервемся и скоро вернемся в студию. Михаил, мы еще не общались, да, в новом-то наступившем году в нашей студии? Да, впервые сегодня, в плане инициативного бюджетирования, проекта поддержки местных инициатив, хочется поговорить на этот год, какие-то возможные изменения. Что с ППМИ вообще? Честно говоря, вот... Разве что на сайте, собственно, Министерства социального развития Кировской области присутствует эта информация, про ППМИ там все выложено, одобрены заявки и так далее. Я вот сейчас смотрю, сколько... Ой, да, 418 конкурсных заявок, допущены 384 местные инициативы, а все как-то в информационном пространстве история исчезла. Ну почему? В пресс-конференции министр Ольга Юрьевна Шулятьева докладывала про проект, и, собственно говоря, там как раз эти цифры звучали. Я, наверное, единственное могу сказать, что... Ну, три вещи, которые я бы сказал. Первое, это то, что проект, он, ну, по сути, на сегодняшний день таким образом отформатирован, регламентирован и упорядочен, что он, наверное, может работать с любыми людьми. То есть формально, с точки зрения движения бюджетных ресурсов, с точки зрения определенной технологии вовлечения граждан, он, собственно говоря, состоялся и может работать. Это первое, что я бы хотел сказать. Независимо от тех реорганизаций, которые на сегодняшний день, на самом деле, происходят в министерстве, и там, мне кажется, придает ему сейчас не такое важное и значимое значение, ну, не такое большое значение. Ну, тем не менее, проект, он такой устойчивый. Второй момент, который бы я сказал, это то, что, конечно, проекту требуется на сегодняшний день, не только проекту, вообще, работы с местными сообществами требуется развитие. То есть, и вот, как бы, если раньше мы видели не просто там заинтересованность в этом развитии со стороны власти, да, но мы увидели и, как бы, задачи, которые оставились, и понимание процессов, которые происходят в этом направлении, то на сегодняшний день нам непонятно, не только будущее проекта, но с точки зрения, мы каждый год говорим о том, что будет финансирование, не будет, мы не знаем. То есть, на сегодняшний день будут реализованы те проекты, на которые финансирование заложено. То есть, это проекты, по сути, вот этого года, которые выбраны в прошлом году, по которым конкурс отсоединяется в марте. Вот. А с точки зрения, что будет дальше, как он будет развиваться, будут ли, допустим, ну вот, мы, когда обсуждали и разговаривали со своими коллегами, видели о том, что с точки зрения повышения качества проектов, важно было бы поработать над планированием этих проектов, то есть, поработать над сметной составляющей. Мы в этом году увидели, как на самом деле заказываются сметы. То есть, это... В прошлом случае. Нас шокирует, да. В сентябре, октябре, когда мы работали с инициативными группами, с муниципалитетами, мы дополнительно, ну, за свой счет, по сути, предлагали определенную услугу, связанную с подготовкой смет, подготовкой объектов в то, как, ну, как сделать качественнее. И мы увидели, ну, такие колоссальные разрывы внутри работы муниципалитетов, ну, например, по подготовке этих заявок. То есть, когда люди пришли, выбрали проект, да, то есть, они посчитали, что будет сделана там дорога от сих до сих пор, все разошлись, ну, каким-то такой надеждой и воодушевлением, да, то есть, определили свой вклад в инициативную группу. И когда инициативная группа начинает работать, они видят, что, например, муниципалитет поступает, ну, как, скажем так, по-своему, как им удобнее. В рамках своей системы. Естественно, в рамках своих полномочий, своих подходов, своих задач, там, и так далее. То есть, они находят тех исполнителей, кого они, ну, скажем так, знают, да. Они ставят им задачи, не исходя из того метража, из тех правил, которые люди, собственно, попросили, да. Они исходят из того, что вот у нас есть там 600 тысяч рублей, давайте нам дорогу вот отсюда, досюда за 600 тысяч рублей. Это автоматически влияет на качество. Человек может не выехать, не посмотреть эту, само там, неполотно, что там нужно сделать. И, соответственно, всё это так или иначе, вроде бы смету сделали, вроде бы заявку подали, но на самом деле, когда люди победят, люди вложат свою копейку, когда приедет подрядчик, он увидит немножко другую смету. То есть, там будет поменьше щебня, поменьше какая-то подушка, поуже дорога там, например, да. И всё это, конечно, может вести к определённому недовольству. И вот эти вот изменения в эту сторону, там, в некое общественное проектирование, в технические элементы этих задач можно было развиваться. Но это требует определённой воли власти, воли, скажем так, подходов к развитию этому проекту. И как это будет реализоваться, я, честно говоря, не знаю, будет ли это вообще реализовываться, то есть на самом деле. Это второй момент, ну, он связан с перспективами развития, скажем так, да. Ну и третий момент, это то, что касается проекта закона об инициативном бюджетировании, который на сегодняшний день по-прежнему находится в работе в общественной палате, который по-прежнему, ну, по сути, не желает быть принят правительством области, ну, потому что он... Правительством или ЗАГС-Обранным всё-таки? Нет, он не желает быть одобренным правительством, приниматься, естественно, да, приниматься ЗАГС-Обранным. А экспертиза уже пройдена, нет? Нет, там процедура пока ещё не дошла до, там, первого чтения, скажем так, да. Вот, но я хочу сказать просто то, что правительству удобно, ну, скажем так, ну, мы пообещаем, вставим бюджет тогда, когда нам будет удобно, когда мы сможем выделить на это деньги, и, собственно говоря, ну, вы не переживайте, мы вставим, но пока не вставляют. А сколько денег там? Ну? Сколько денег там? Обычно выделяют примерно 230 миллионов. То есть на этот год, по крайней мере, было обещано 230 миллионов. Ну, я смотрю, вот и 230 миллионов на сайте, да. Да, и они... Единственное, что ещё до времён предыдущего губернатора, скажем так, пошла такая нехорошая практика, их делят по годам. Ну, то есть часть переносит, условно говоря, финансирование на 19-й год, а это тоже очень серьёзные риски несёт с точки зрения, там, отношения подрядчиков, работы с подрядчиками, в поиске качественных подрядчиков. То есть делать и сейчас, заплатим потом, да? И это немножко деморализует. Да, это деморализует. На этот момент. И на самом деле вот эти вот отклонения, они, конечно, ну, не дают, как бы, пользы проекту, а как раз законом было предложено и было желание стабилизировать ситуацию, стабилизировать планы. Очень хорошо Дарья Динько написала, это сотрудница Санкт-Петербургского университета, по поводу вот как раз работы между регионом и муниципалитетом. То есть когда регион отбирает возможность чёткого финансового планирования у муниципалитета, то муниципалитет знает только одно, то, что его бюджет урежут. А вот насколько его бюджет урежут, он даже не знает. И поэтому очень трудно руководителям муниципалитетов бывает договариваться даже на места с жителями, с бизнесом о том, что ну давайте мы вместе это сделаем, но вы сделаете вот это, а мы делаем вот это. Когда ему вдруг неожиданно как бы урезают финансирование, то бюджет, местная власть не может исполнить свои обязательства, а в результате возникает недоверие, непонимание и так далее. Вот здесь мы как раз с помощью закона и хотели, ну скажем, устранить эту возможность, то есть сделать этот процесс более стабильным. Если вы выделяете, ну пусть будет меньше денег, например там 200 миллионов ежегодно будет выделяться, по крайней мере на них можно будет рассчитывать и можно будет планировать свою работу там не ежегодно даже, а может быть на год, на два, на три. Тоже можно будет этапами делать там тот же ремонт домов культуры, таких спортивных объектов, сооружений и так далее. Вот. Ну, тем не менее, после того, как президент сказал о том, что проект хороший, я думаю, что все-таки, ну так быстро там, за два-три года, естественно, он не закроет. Вот. Как-то так. В ближайшее время в другие регионы куда-то поедете, рассказываете о нашем успешном опыте, что вы регулярно делаете? Ну, на самом деле, в планах у нас, конечно, громадье. Сегодня, сегодня есть, ну могу так немножко анонсировать, сегодня есть возможность дополнительного привлечения средств в малые города, в исторические поселения, дополнительно на федеральном уровне к программе «Комфортная городская среда». Выделено 5 миллиардов рублей на всю Россию, будет проведен федеральный конкурс, и, в принципе, там достаточно хорошие гранты, на уровне 20-50 миллионов для малых городов. Мы, в принципе, на федеральном уровне... Да, то есть, по моим данным, там порядка 67, что ли, тысячи проживали. Вот. Раньше было там в лучшие времена, в Союзные, где-то порядка 90, вот, но 100 никогда не было. Вот. И, соответственно, мы готовим программу, и, в принципе, обращаемся к нашим муниципалитетам, то есть городам, то есть, если кому-то интересно, мы готовы сопроводить эту работу, потому что, в принципе, знаем, как сделать так, чтобы заявка была, ну, очень достойной, ну, на уровне лучших практик Российской Федерации. Вот. Ну, к нам обращаются также на сегодняшний день и других городов, то есть, у нас есть принципиальная договоренность с городом Мичурин в Тамбовской области, о том, что мы с ними повстречаемся, поработаем. Разговаривали с представителями города Нальчик, Кабардино-Балкарии, то есть, тоже им интересно. Ну, это вот уже уровень таких муниципалитетов, которые не готовы ждать свою региональную власть, скажем так, когда они примут решение о какой-либо там массовой поддержке, а когда уже на уровне муниципалитетов они готовы выходить и привлекать деньги в свои бюджеты мест. Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования, ровно середина часа, и это значит, что у нас сейчас будет реклама. Добрый день еще раз. Продолжается особое мнение Михаила Шевелева, руководителя офиса консультантов инициативного бюджетирования. Меня зовут Владимир Сметанин. Еще один вопрос по нашей теме, который мы обсуждали до перерыва. Хочу задать, а объективное снижение доходов населения, снижение покупательского спроса как-то влияет на то, что людям меньше? На то, что хочется хорошо жить, влияет на себя. Что людям тяжелее становится софинансировать эти вещи. Конечно, конечно. Замечаете это, да? Я могу сказать, что существует определенная усталость проекта. Потому что, ну, если бы это был просто очень четко выстроенный проект с четким финансированием, как такой, ну, без, скажем, подводных камней, то это была бы, наверное, ну, такая возможность, которая, ну, работала как часы. Вот. Но на самом деле наше законодательство, оно достаточно сложное. И у каждого муниципалитета возникают определенные сложности на, ну, на разных этапах. Потому что все-таки создать объект стоимостью, там, больше миллиона рублей, два-три миллиона рублей. Это, ну, достаточно серьезная, кропотливая работа. Еще с учетом мнения граждан и с вовлечением граждан в работу. Поэтому покупательная способность, тогда, когда она падает, тогда, когда возникают сложности в расчетах с подрядчиком, тогда, когда, ну, скажем так... А кто-то отказывается платить, и за него надо платить еще. Да. Ну, вы понимаете, еще, как бы, есть такой момент, то, что у нас очень много новых было. То есть, переизбрание же было массовым, да, муниципалитетов. И требуется сейчас, на сегодняшний день, ну, опять же, массовое обучение, массовое, ну, как бы, обмен опытом. Введение в курс дела. Введение в курс дела, да. И, ну, эту работу нужно вести. То есть, с этой поддержкой, с этой работой проект, конечно, он развивается всегда. А когда муниципалитеты чувствуют, что их бросают, то есть, чувствуют, ну, как бы, отсутствие поддержки, то мы сейчас наблюдаем, что и количество заявок снижается. То есть, и возможности бюджета меньше, потому что там же обязательно финансирование точки зрения бюджета. Если раньше сельское поселение, там, некоторые подавали до четырех заявок, то сейчас они ограничиваются, там, одной-двумя заявками. То есть, решают только, ну, самые-самые такие неотложные вопросы. Поэтому, конечно, это влияет. Но в целом, в целом, сама по себе идея в том, что существует вклад в свою инфраструктуру, и эта инфраструктура живет другой жизнью, она поддерживает граждан. Мы на сегодняшний день, там, скажем так, прорабатываем вопрос с научно-исследовательским финансовым институтом при Минфине. Ну, появилась такая идея. Что конкретного? Идея, связанная с тем, чтобы была законодательная возможность получить вычет по налогу на доходы физических лиц, по НДФ. То есть, когда ты вкладываешь в проект инициативное бюджетирование, чтобы тебе, ну, так или иначе, предоставлялась льгота. Потому что ты участвуешь в жизни социальной, в муниципальной. И это было бы, на мой взгляд, очень хорошо, потому что и так эти вклады зарекомендовали, как себя, как очень эффективное средство самообложения, скажем так, да. Ну, то есть, скинулись люди 100 тысяч, 13 тысяч вернулось, да? Да, 13 тысяч вернулось. Ну, это честно, справедливо, и с другой стороны, это, ну, так, опять же, дисциплинирует бюджет в какой-то степени. Продолжается особое мнение Михаила Шевелева, руководителя Офиса консультантов инициативного бюджетирования. Давайте на областном центре сейчас сосредоточимся. Вам нравится глава администрации Нового, Илья Шулькин? Да. Я имею в виду те заявления, которые он делает. Конечно. То есть, риторика, подход и картинка, скажем так, поведения, она, конечно, она очень разумна, очень ложится, скажем так, на позиции отличного здравоохранения. Ну, я думаю, что жителям, городам, все-таки нравится то, что Илья Вячеславович сейчас говорит, какие заявления делает. Вот я выбрал одно из них. На прошлой неделе депутатом Кировской гордумы он заявил следующее, что в этом году, в течение этого года будет проводиться административная реформа, и, скорее всего, в результате этой реформы произойдет перераспределение сотрудников между отраслевыми органами, и, возможно, структура сократится. Там одна из депутатов задала вопрос, может, будет ли сокращать число чиновников в городской администрации. Она привела для примера времена Василия Киселева, когда там было менее 200 человек, а сейчас в 2,5 раза больше. Вот надо сокращать число чиновников? Ну, для меня, в общем-то, сокращение, оно не принципиальное, потому что само по себе сокращение и высвобождение каких-то средств, ну, зарплатной, статьи расходов и перераспределения в другую, оно, я не знаю, как кажется на мне, как на, собственно говоря, на жителей области. А вот то, что нужно проводить систему, то есть реформировать систему управления, это однозначно да. Причем эта проблема, она, по сути, на сегодняшний день носит характер всероссийский. Мы разговаривали с ребятами, опять же, из Санкт-Петербурга, которые реализуют тоже достаточно масштабный проект уже в самом субъекте Федерации, но там каждый район является, собственно, отдельным, скажем так, районом. И они тоже, мы с ними с львом шелом обсуждали и пришли к мнению о том, что вот эта проблема реформирования, это, ну, вообще самая первая задача для вот таких крупных муниципалитетов, как наш город. Потому что у нас система управления сегодня, она традиционная, когда один отдел отвечает только за свое, скажем так, да, то есть причем какие-то границы выстроены не всегда понятны, не всегда понятны им самим, не то что там сторонним лицам, скажем так, да. Вот, а при том, что скорость принятия решения увеличивается, при том, что сегодня стараются общественность повлечь в принятие решений, то, ну, это же решение велосипедной дорожкой, да, то есть чтобы его вообще решить, этот вопрос, требуется... С появлением в смысле велосипедной дорожки? А? С появлением велосипедной дорожки. С появлением велосипедной дорожки. Ну, просто вот, чтобы в Кирове появилась велосипедная дорожка узаконенная, по стандартам, с определенной инфраструктурой, с коммуникациями, ну, и чтобы по ней было проехаться можно в радость и безопасно, скажем так. Вот. Это требует задействование каждого из отделов. На сегодняшний день, это, соответственно, каждый там из руководителей отделов должен принять какое-то там свое участие, вовлечься в этот процесс и, как бы сказать, сделать это сверхнормативно, то есть сверх той работы, которую он всегда выполнял. Ну, условно говоря, там, земельный комитет должен, там, дополнительно выделить, при этом согласовать, там, ну, какие-то вопросы, там, с финансовым отделом, с... С муниципальными собственностями. Да, 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 с службами безопасности дорожного движения, с жилищно-коммунальными и так далее. То есть, вот этого подхода, скажем так, проектного режима работы, он не подразумевается в существующей системе управления. И поэтому ее нужно реформировать, чтобы была возможность, собственно говоря, собирая за круглый стол, за такую рабочую, за проектную группу всех людей, верящих на принятие решения, чтобы вот эта культура принятия решения, она была, ну, скажем так, рабочей, эффективной, что ли, то есть оперативной. А для этого, может, вообще нужно набирать новых чиновников? Увеличивать штат? Ну, чтобы вот так система работает? Я не знаю, у меня, конечно, есть опыт реформирования больших крупных предприятий, когда люди, там, веками, скажем, ну, не веками, но культурный слой, там, как мы работали всегда, он, конечно, убираться очень тяжело. То есть единицы из той системы управления способны перестроиться, потому что перемены, ну, человек не любит перемены. Но это как вырвать из земли дерево, которое много лет там растет. Вот, поэтому это очень болезненный процесс. И насколько решится новая глава администрации на такие перемены, это большой вопрос. Но то, что об этом уже речь есть, это, на мой взгляд, громадный плюс. То есть вопрос, чтобы это было неформально, и тут вопрос не в сокращении. Вопрос в повышении эффективности принятия решений. То есть когда ты можешь прийти, задать вопрос, получить исчерпывающий ответ по всем направлениям. И когда тебя не будут в футболе, там, туда-сюда-сюда сходить, это принеси, там, это и делай, и так далее. Далее вопрос, скорее, как автомобилисту, а не как руководителю офиса. Ну, и как руководитель, конечно. Как человек, активно водящий автомобиль, да, и много путешествующий по просторам нашей необъятной области. В областном центре, может быть, создана муниципальная эвакуационная служба. Что сделано в других городах, во многих уже давным-давно, да, когда без привлечения сотрудников ГИБДД, просто муниципалитет будет собирать автомобили неправильно припаркованные, свозить их на штрафстоянку, дополнительные источники дохода в городской бюджет. И по моим скромным оценкам, очень даже неплохой. Ну, сейчас у нас тариф на эвакуацию легкового автомобиля полторы тысячи. Деньги немалые для нашего города, да. Вот как оценивается? Я, во-первых, удивлен, что это не сделано до сих пор. Это раз. Во-вторых, конечно, этот подход требует, ну, не просто розчеркопера. То есть, к этому нужно, ну, подготовить. То есть, по большому счету, те люди, те активные общественные деятели, которые, ну, не в городке сумасшедшие, а которые действительно разбираются в проблематике, они ведь видят о том, что именно из-за машин, да и обычные люди, обыватели, они видят о том, что из-за машин очень плохо убираться с ней. Из-за машин очень много проблем, связанных с вывозкой мусора. Из-за машин, собственно говоря, возникают очень много таких аварийных ситуаций на дороге из-за припаркованных автомобилей, которые не убираются. У нас, ну, на мой взгляд, культура парковки, она безобразная. Я бывал в Европе неоднократно там. Я понимаю то, что если ты купил автомобиль, ты должен позаботиться о том, где он у тебя будет стоять ночью. То есть, и то, что ты заплатил, купил автомобиль в кредит, и заплатил там страховку, каску там купил, да, то это не означает, что ты можешь её бросать где попало. И на самом деле, вот эта культура парковки, она, ну, однозначно должна быть и прививаться, и объясняться это. При этом, мы понимаем с вами, да, то есть, если у нас не увеличится количество, ну, доступных парковочных мест в центре, при возведении этих больших домов, которые, ну, собственно, если они не будут обеспечены достаточным количеством парковочных мест, мы всё равно будем видеть, что машину будут оставлять на обочине центральных хуй. И это, конечно, ну, вызовет, ну, на мой взгляд, мощный скандал и большое противостояние между, там, защитниками, автолюбителей, скажем так, да, и, опять же, городской властью. В городской власти на сегодняшний день других альтернатив нету, кроме как принудительной эвакуации. Если мы хотим чистый город, мы должны, ну, чего-то для этого тоже делать. Для этого делать. Вот. Как-то так. Спасибо. Ещё 30 секунд успеваю спросить, вы за то, чтобы Яранск переименовали в Путинск или в Васильев на Иране? Я думал, что это фейк-ньюс накануне появившиеся, да? Но нашёл эту группу ВКонтакте, там действительно голосуют. Я даже стал 246-м проголосовавшим за то, чтобы Яранск не переименовали. Ну, понимаете, на мой взгляд, Яранск это, ну, как бы, такой фиг безнадёжный. Ну, я поясню, там, жители инициативные, которые организовали это всё, да, они считают, что если переименовать, то больше внимания будет, проблемы будут решаться и так далее. Я считаю, что это вот такое отчаяние отдельно взятого муниципального образования. То есть, в принципе, мы бы также точно могли кричать, переименуйте нас в Вятку, чтобы нас заметили и чтобы нам дали больше каких-то федеральных поступлений для того, чтобы у нас было всё лучше, скажем так, да? Я думаю, что если бы нам сказали, давайте вы переименовываете Вятку, а мы у вас увеличим, условно говоря, дорожный фонд там ещё там пять раз, как бы, то у нас дело с мёртвой точки точно двинуло. То есть, по крайней мере, было бы понятно, зачем мы переименовываемся. В общем, это, ну, скорее вызывает грусть, чем радость. Конечно, конечно. Нет, это даже не веселье, это, ну, такой крик отчаяния, на мой взгляд. Спасибо. Михаил Шевелёв, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Особенно не завершается. Далее по традиции новости.